Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Стили и начертания письма. Минускульная революция. В предыдущей лекции мы сказали о том, что для классификации рукописи Нового Завета используются два критерия. Первый критерий это материал, на котором написана рукопись. И материал этот может быть либо папирусом, либо пергаментом. А вот второй критерий это начертание письма. Что же это такое? Начертание письма непосредственно связано со стилем письма. В древности употреблялись два стиля греческого письма. Первый стиль назывался книжное письмо. Оно использовалось для записи литературных произведений и характеризовалось отчетливым и даже изысканным выполнением букв, каждый из которых писалось отдельно, наподобие современных заглавных литер. Был еще другой стиль. Он назывался скоропись или курсив. Он применялся в повседневной жизни. При написании писем, счетов, расписок, отчетов и так далее. Для такого стиля письма характерным было более небрежное написание букв. Наличие лигатур, когда одним знаком обозначаются две и больше букв, но и сокращение наиболее встречающихся часто слов, артиклей, предлогов и так далее. Итак, два стиля книжный и скоропись. По начертанию греческое письмо того времени также делится на две категории. Первая категория так называемое моюскульное письмо от латинского термина «маюскулус», несколько больший, когда начертание всех букв укладывается между двумя воображаемыми горизонтальными линиями. В современной терминологии можно сказать так. Это письмо, в котором используются только прописные буквы. Изящными образцами этого вида письма выступают библейские классические рукописи 3-4 веков по Рождестве Христовым. В таких рукописях разделение между словами и предложениями в большинстве случаев отсутствует вплоть до 8 века. Такой вид письма называется непрерывным. Знаки пунктуации тоже расставлялись лишь в отдельных случаях. Исключение составляли рукописи учебного и богослужебного характера. Некоторые знаки препинания, точка, пробел или их сочетание использовались, впрочем, в папирусах, начиная с 3 века до Рождества Христова. С течением времени подобного рода начертания письма, маюскульная, приходят в упадок. Буквы становятся толстыми и грубыми и и под влиянием скорописи или курсива возникает другое начертание, так называемое минускульное письмо. От латинского слова minusculus очень маленький. Это своеобразная модификация скорописного письма, но уже в качестве книжного стиля. То есть идея была такова. Скоропись быстрее. И давайте-ка возьмем, модифицируем скоропись, которая не используется для каких-то литературных произведений. Модифицируем так, чтобы можно было использовать скоропись как хороший красивый шрифт. Это и было сделано. Минускульное письмо характеризуется тем, что там буквы написаны уже не между двумя линиями, а между четырьмя. Причем основная часть букв написана между двумя внутренними линиями, а то, что выходит за их пределы, между двумя внешними. Подобного рода начертания письма, минускульное, входят в употребление в девятом веке по Рождестве Христовом и достаточно быстро становятся ясными преимущества минускульного начертания перед моюскульным. Потому что минускульное, во-первых, позволяет писать быстрее. Помните, за основу был взят именно прием скорописи. Но не только это достоинство. Оно пишется более мелкими буквами, а значит на одном листе, написанном минускульным шрифтом, располагается большее количество текста по объему. Получается, что если писать минускульным шрифтом, то это, с одной стороны, дешевле, потому что меньше уйдет материала, а в девятом веку используется только исключительно пергамент. Но это дешевле еще и потому, что писец быстрее выполнит данную работу, ему удобнее писать. И в связи с этим минускульное письмо взрывообразно распространяется и получает всеобщее признание. Надо сказать, что данный процесс получил название минускульная революция. Почему же это была революция, не эволюция? Дело было в том, что рукописи на пергамене использовались на протяжении столетий. И, конечно же, владельцы рукописей, написанных маюскульным крупным шрифтом, поставили такой вопрос. У меня напрасно пропадает место на страницах моего пергамента. Я хочу, чтобы этот пергамент использовался более рационально. Давайте-ка мы смоем старые надписи с пергамента, заново побелим странички и запишем или те, или другие тексты, но уже минускульным мелким шрифтом. Вот это и было тем, что мы называем сегодня революция. Не только новые рукописи на новом пергаменте писали минускульным шрифтом, но даже немалое количество старых рукописей смывали и на них писали минускульным шрифтом. Такие рукописи получили название полимпсисты. От греческого слова полимпсистон, палин – это вновь или опять, и псистос – соскабленный, то есть соскабливали чернила, смывали чернила, белили и писали заново. Одна из важных рукописей библейских пятого века на пергаменте кодекс Ефрема представляет собою полимпсист. Но мы-то с вами ожидали бы, что если смывается текст священного писания, на этом пергаменте пишется опять текст священного писания. Увы, это происходило далеко не всегда. Вот на этой рукописи, которая изначально содержала текст священного писания в 5 веке, в 12 веке библейский текст был смыт и заново уже написан текст проповедей преподобного Ефрема Сирина. Сейчас уже исследователи благодаря разным процедурам, техническим устройствам смогли прочитать и оригинальный текст. Надо сказать, что подобного рода вторичное использование, когда вместо текста священного писания используются пусть и церковные, христианские, но иные тексты, нашел неодобрение со стороны отцов Трульского 5-6 собора, которые в 692 году 68 правилом запретили подобную практику. Однако она, как мы с вами видим, к сожалению, не выполнялась. Вот это вот взрывообразное, популярное распространение рукописей именно минускульного типа, которая имеет место с 9 века, минускульная революция, очень важна для объяснения того, по какой причине рукописей именно церковного направления, так называемая византийская группа текстов Нового Завета, очень много, начиная с 9 века, и очень мало до 9 века. Основных причин две. Первая заключается в том, что церковные рукописи, которые звучали на богослужении, конечно же, достаточно быстро изнашивались. Но вторая причина заключается в том, что в 9 веке и после 9 века активно использовали именно минускульный шрифт для переписывания тех текстов, тех рукописей, которые для церкви были важны. Поэтому поздняя датировка той традиции текста Нового Завета, византийской группы рукописей или majority text, текста большинства, отнюдь не является для нас, для православных верующих, какой-то серьезной проблемой. Если бы помним о минускульной революции, то она многое объясняет. Мы сегодня с вами рассмотрели второй критерий классификации рукописей Нового Завета, а именно начертание письма. И вот по указанным двум критериям, первый материал письма, второе начертание письма, исследователи и классифицируют древние манускрипты Нового Завета. Об этом поговорим в следующий раз. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok